привет youtube привет подписчики и гости моего канала установил я значит двигатель натяжной ролик который будет являться и сцеплением одновременно поэтому сейчас обо всем коротко и по порядку куда чего кого и как я делал все погнали смотреть пытаемся поставить двигатель двигатель будет смещен не забываем что у нас ширина 80 поэтому он будет смещен под один край смещен так что выхлопная вот эта вентиляция и фильтр будет снаружи плюс минус короче это все по месту поэтому если он чуть будет сторону для меня это не критично значит буду использовать вот такую пластину это пластина 10 миллиметров толщиной она с другого моего трактора там я двигатель поменял и передел на площадку вот кто хочет посмотреть на канал перейдите где там будет ссылочка на канал и посмотрите тракторок кто еще не видел вот она идеально сюда подходит так как мне надо даже есть вот уже отверстие подкрепления под регулировку двигателя плюс-минус если вдруг ремни надо сдвинуть то есть уже готовы единственное что я ее разверну вверх ногами так это все будет выглядеть здесь сделаю прорезь чтобы это все стало на раму туда прикрутилась вот соответственно все это вот таким вот чудесным образом попадает на центр рамы здесь ее можно будет двигать эту площадку то есть тоже и площадку подрегулировать и сам двигатель вот и здесь будет крепиться уже двигатель кроме площадку все до кучи притягивать так что никаких проблем не знаю может даже контрольный засверлю но это по месту вот так что отрезаю сейчас все площадка готова и начинаем примерять какие тут ремни у нас подойдут есть печальные есть абсолютно новые так мужики ну еще небольшой лайфхак я использую такую планочку магнитную для ножей для чего ну там когда что-то раскручиваю сейчас снял редуктор куда их дети куда-то надо это примагнитил его надо переместить переместил туда-сюда вот так вот это один момент другой сейчас сверлюсь стружка на землю сейчас не летела тоже беру магнит вложу и сверлю никуда ничего не падает ну вот как то так так мужики ну как я делаю продольные пропилы электро лобзик пилочка по металлу внутрь рамы тряпушка тут масло не капала на раму да и таким образом масло было мало муку 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 двум полом муку 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 Вот и всё. И так и следующую. Так, поставил я двигатель на своё постоянное уже место. Это у него будет в таком положении. Пришлось подложить по две шайбочки, чтобы его приподнять, чтобы ремни подошли. То есть ремни у меня 1213 размер. Чудесным образом. Хватает и на натяжку, и на свободный ход. Что ещё сказать. Сместил я двигатель вот так в сторону. То есть капот будет проходить. Вот где-то здесь капот будет проходить. Значит глушитель, фильтр, заслонка, кран и ручка будут в свободном доступе. За габариты трактора не выходят. Напомню, что он у меня 80 сантиметров шириной. Поэтому пусть будет так. Рулевая колонка не мешает. Что здесь ещё. Сейчас буду изготавливать натяжной ролик. Ну и кардан. Соответственно на рулевую стойку пойдёт. Тоже абсолютно ничего мешать не будет. Попробую завести его левой рукой. Шепчет. Шепчет. Но ничего, послужит ещё. Почистим, помоем. Обслужим всё как надо. Но это после того, как уже будет всё готово. Вот как раз таки разберу раму на покраску. Разберу её полностью. И займусь им. Заодно пока будет всё сохнуть. В общем всё по порядку. Никаких лишних, как говорится, движений. Вот и всё. Так, заготовил заготовочки. Сейчас буду делать прижимной ролик. Кто не знает, как это делается. Посмотрите, вот здесь вот видос в углу. Я делал то же самое на узел качения. Сделал прижимной вот такой вот ролик прижимной. Сцепление, оно же сцепление. Здесь вварил ухи. Ему всё прикручено. Будет держаться и качаться на болту. Я так делал. За 4 года вообще ничего не произошло. Дальше. Что тут у нас? По низу просверлился. Болт на контргайку. За него цепляется пружина. Для чего? Для того, чтобы не доставало до шкила. Ролик выставлен. Чтобы увеличить диаметр, я трубу надел. Здесь была прорезь. Туда вставил кусок металла. И заварил. Подшипник доставал, конечно же. Заварил всё. Внутри не проваривал. Потом подшипник забил. И диаметр ролика увеличился. Хоть он такой страшненький. Но ничего, шлифанём. В общем, просто показываю конструкцию. Так. Вот в этой планке тоже просверлил. Так. На всю длину. На всякий случай. Чтобы потом уже сюда и не возвращаться. Пока здесь двигатель снял. Всё удобно. В общем, куча регулировок. Опять же, пружины можно подбирать. Вот поставил одну. У меня ещё есть вот такие большие. Разные по толщине. Разные по длине. Это вот помягче вроде пружина. Ещё где-то есть. В общем, подберу то, что надо мне. Вот сейчас на руку пробую. Вроде и хорошо. Но переставлю. Это ерунда. Только один болт переставляется. А пружина перекидывается. Так. Что ещё? Что ещё? В общем, сейчас ставлю двигатель. Накидываю в ремни. И на этом этапе всё. То есть, саму педаль я буду уже делать. Когда буду делать тормоза. Вот. Здесь будет уже находиться площадка. Иди мне их размещать. Там я уже будет видно. В общем, сделал ролик для того, чтобы мне обогнуть его. И сделать рулевую. Следующий видос будет, скорее всего, установка руля. То есть, одно за другим. Пока не сделаешь одно, нельзя сделать другое. Вот. Вот так вот. То есть, не спеша. Потихонечку всё. Всё делаем. Как надо. Сейчас попробую поставить. Натянуть. Завести. Посмотреть, как он вращается. Ну, трубу, конечно же, я спилил. Немножко криванул. Ну, станка токарного, понятное дело, нет. А по мне, так вообще идеально. Ладно, давайте двигатель поставим. Заведём и посмотрим. Заведем. Заведем. шлифанул вы видели только что как ну понятно что там в трубе раковины от них никуда как бы не деться но вот так горячая ну ладно сейчас остынет но это дело в общем пружина стоит там я потом настрою как мне надо чтобы она откидывалась доварил два вот таких направляющих для ремней чтобы они не дай бог мало ли всякое бывает не соскочили в сторону сейчас заведу покажу что оно все работает по центру все выставлено ну двигатель еще сниматься будет это еще сто раз будет настраиваться и перенастраиваться нормально в общем четвертая на этом буду заканчивать эту серию следующая будет установка рулевой стойки тоже тут придется повозиться кажется что это быстро на самом деле это заняло у меня целый день размерчики подгончики обрезочки приварочки прихватки ну и плюс еще снимаю видео для вас поэтому всем пока всем удачи кому понравилось ставьте лайки кому не понравилось соответственно дизлайки комментируйте я читаю все ваши комментарии мне очень нравится что вы переживаете что вы подсказываете особенно если по делу если просто сказануть то ответа не ждите как то так все с вами был Санек всем пока всем удачи